Он еще дышит. Путша испуганно взглянул на завернутого в ткань князя. На мгновение все замолчали. Тело лежало на земле неподвижно, но явственно были слышны звуки. Тихие стоны или слова молитвы не разобрать. Никто не решился достать нож. Князь Борис был жив еще день. Первыми святыми на Руси стали князья-мученики Борис и Глеб. Их убийцу, брата Святополка, летописцы назвали окаянным. Он умер, гонимый призраками собственного сумасшествия. И христиане были уверены, кара Божья настигла его. Но современные исследователи называют и другого подозреваемого в этом убийстве. Ярослава Мудрого, сына Владимира Красносолнышка. Именно он в итоге остался княжить в Киеве. И, возможно, по его указке были написаны летописи, обвинившие Святополка. Точки нады в этой истории еще не расставлены. Но понятно одно – это было убийство ради власти. Сколько братьев уничтожили друг друга за лакомый великокняжеский стол. Сколько кровавых драм разыгралось за высокими стенами царских палат. Даже страх Гиены Огненной не останавливал тех, кто стремился к власти. Забытый всеми младший сын Владимира Великого провел в заточении половину жизни. Столетие спустя царевич Иоанн так и не смог освободиться из каменной клетки и был убит при попытке бегства. Победитель шведов, гроза крестоносцев, Александр Невский, был отравлен в ордет. Молитвенник Андрей Боголюбский убит с помощью собственной жены. С помощью хитрости были убиты первые киевские князья. А первый царь династии Романовых взошел на престол, победив к своего конкурента – трехлетнего Ивашку. Жизнь последнего на этом завершилась. Сменялись века, менялись правители, но роковая формула русской власти – стать князем и умереть – да мокловым мечом висела над каждым претендентом на трон. Само слово «князь» произошло от германского «кунинг» и означало «военного» и только «военного предводителя». Так было вначале на Руси. Но с ходом времени князь получал все больше полномочий, а границы владений расширял, покоряя и подчиняя соседей. Власть пьянила умы, затмевала разум. Сквозь столетия от военной демократии пришли к царскому правлению, от выборной должности к наследственной власти. И уже не верилось, что были времена, когда Вече или Совет старейшин легко могли изгнать неугодного полководца. «Если ты, конунг, не пожелаешь сделать то, что мы требуем, то мы восстанем и убьем тебя». Так раньше поступали наши предки. Они утопили в трясине пятерых конунгов за то, что те были такими же высокомерными, как и ты. Так говорили скандинавскому князю Олафу Святому. Не раз слышали подобное и русские князья. Особенно в Новгороде, где, кстати, Олаф несколько лет скрывался от своих врагов у Ярослава Мудрого. Поговаривали, что при этом он увел у Ярослава его жену, которая давно любила норвежского короля, и замуж была выдана насильно. Очень большая ответственность быть князем. И очень большая опасность исходит. Да, князь сосредотачивает в своих руках огромную власть. И устранив, физически устранив этого князя, легко можно было избежать множества проблем. Он еще дышит. Пушта испуганно глянул на завернутого в ткань шатра князя. На мгновение все замолчали. Тело лежало на земле неподвижно, но явственно были слышны звуки. Не то тихие стоны, не то слова молитвы. Посланные святополком убийцы промахнулись. Когда оказалось, что Борис жив, их охватил ужас. Не иначе, как его защищает Бог. Первый на Руси мученик, князь Борис, был любимым сыном Владимира Крестителя. Отец называл его своим преемником. Матерью Бориса и Глеба была византийская принцесса Анна. Рожденный в христианском браке, Борис сильно отличался от своих старших братьев. На исходе своей бурной жизни Владимир именно в нем увидел то, что сам всегда искал – спокойствие, уверенность и доброжелательность. Таким должен быть правитель новой христианской Руси. То, что у Бориса были старшие братья, Владимира не смущало. Он и сам не по праву старшинства занял место киевского князя. Владимир, який в дальнейшем стал красным солнышком, и он забивая своего брата, и он подымая руку на киевского князя, и он забивая полыцкого князя – злодей. Али это злодейство привело до новой стады, стады умоцования Руси. Али ты мне меньше говоришь про период так званого одинства, мы повинны памятать, что полного одинства на Руси николи не исновало. Добить умирающего князя решились только варяги. Иноземцы им было все равно – русский князь или смерть перед ними, христианин или язычник. Они за свое дело получали звонкую монету, и это считали лучшим поводом для убийства. Святополка Окаянного называют брата убийцей. Но это неправда. На самом деле Борис и Глеб не были его братьями по крови, а он не был сыном князя Владимиром. Настоящим родителем Святополка был Ярополк – старший брат Владимира Красносолнышка. В борьбе за власть Владимир убил брата Ярополка и взял себе его жену – любимую и единственную бывшую монашку-гречанку. Тогда она уже была беременна Святополком. История своего рождения пасынку киевского князя была хорошо известна. Он всю жизнь ненавидел отчима. Когда Владимир Креститель умер, Святополк был в Киеве. Он занял место отчима, богатыми дарами многих переманил на свою сторону и, как сказано в летописи, отправил убийц к Борису и Глебу. И вот тут начинается самое странное. Борис, опытный полководец, зная о заговоре, отсылает свою дружину и остается один. По сути, он ждет собственной смерти. Не подниму руку на брата своего старшего. Если отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца. Получается, Святополку смерть Бориса была не нужна. Что же произошло? Коварство окаянного не позволило ему остановиться. Или он не успел отменить приказ, а может быть, не он убил? Единокровный брат Бориса, еще один сын византийской принцессы, Глеб Муромский, был схвачен по пути в Киев. Он сдался в плен, но отрока не пощадили. Его зарезал собственный повар. Христианская церковь назвала Бориса и Глеба святыми. Они осуществили подвиг, который церковь относит к подвигу страстотерпцев. Они не оказывают вооруженное сопротивление, они не борются, они уподобляются Христу в принятии смерти. Это, естественно, совершенно новое явление, которое языческая Русь не знала. Сыновья Владимира умирали один за другим. Святослава Древлянского убийцы настигли по пути в Венгрию, где тот хотел скрыться. Святополк Окаянный, убивший своих братьев Бориса и Глеба, канонизированных еще и Святослава. Вот, тем не менее, воспринимается как вполне нормальный персонаж. И более того, в более позднее время некоторые князья дают своим сыновьям имя Святополк, то есть не видя ничего в этом негативного. А вскоре Киеву подошла сорокатысячная рать из Новгорода. Ее возглавлял Ярослав, сын Полоцкой Рогнеды. От него Святополк потерпел поражение. Решающий бой прошел на реке Альте. Именно там, где был убит Борис. Невероятное совпадение. Святополк бежал в Польшу. И ужас гнался за ним. Он сошел с ума и сгинул в дороге. Возможно, он тоже был убит. Киевский стол занял Ярослав, прозванный Мудрым. Он всячески подчеркивал скорбь по убиенным Борису и Глебу. Впрочем, это не мешало ему держать в заточении еще одного брата. Возможно, младшего сына, князя Владимира. Судя Слава Псковского. Пока Ярослав был жив, Судя Слав находился в темнице. Он провел там 23 года. Также продолжал Ярослав бороться за власть с еще одним конкурентом. Еще одним сыном князя Владимира Мстиславом Тимут-Раканским. Кстати, они с Ярославом были сыновьями одной матери. Много лет они оспаривали друг у друга право на киевский княжеский стол. Как вдруг? Мстислав погибает на охоте. Роковая случайность или злой умысел? В любом случае, Ярослав выиграл. Ведь он стал единственным великим князем Руси. Он победил в этой борьбе за власть. И, похоже, не зря был назван мудрым. В истории он остался как сердобольный брат и дельный правитель. Всего через полвека после убийства Бориса и Глеба их провозгласили первыми святыми русской церкви. Смерть, смерть, рознь. Одно дело, когда воин гибнет в бою, князь гибнет в битве. Совсем другое, когда человек вот так вот добровольно идет на смерть. «Ты мой брат, ты хочешь меня убить? Ну что же, вот он я перед тобой». Вот это вот отношение, оно было удивительно. Оно и сейчас удивительно. Оно для людей этого времени тоже было удивительно. Поэтому Борис и Глеб были канонизированы. Мощи торжественно перенесли в новый каменный храм. Все русские князья, высший свет боярства, священники и дружинники съехались на это торжество братской любви. Казалось, после этого на Руси вообще должны были прекратиться братоубийства. Потомков Рюрика становилось все больше. И княжеств не хватало на всех. Род Рюриковича разрастался, когда уже между собой вступали в отношения не родные, а двоюродные, троюродные братья. Все, тогда конфликты становились уже неизбежными, потому что вот это вот родство, оно было очень слабым. А властолюбие все равно затмевало людям глаза. Но почему именно этот род стал правящей династией на Руси? Может быть, потому что вовремя избавился от конкурентов? Первое официально зафиксированное убийство в русской истории – смерть киевских князей Аскольда и Дира от рук новгородского Олега Рюриковича. Сохранился даже мотив, дескать, не по чину им княжеские титулы. Вы не есть рода княжа, но аз есть мрода. Эта смерть стала первым кровавым пятном, с которого началась длинная цепь насильственных смертей русских князей. Аскольд и Дир, если верить летописи, после неудачного похода в 866 году на Константинополь, крестились. Сам факт этого крещения зафиксирован во множестве хроник византийских. Что самое интересное, для византийских авторов а вот это событие крещения даже более значимое, чем то, что у нас вообще принято официальной датой крещения 988 год. Для византийских авторов того времени более важное крещение дата 860 года. Первые князья-христиане. Их вотчина, Киев, располагалась в очень выгодном месте. Как раз в то время Хазарский Каганат перекрыл торговые пути русским и скандинавским купцам из Новгорода. Олег, воевода-новгородский, срочно искал другие. И нашел. Путь из Варяг в Греки. Он проходил через Киев. Олег, когда пришел под Киев, захватив по дороге Смоленск и Любич, вот хитростью ему удалось выманить Аскольда и Дира, в урочище Угорское. Вот, он представился купцом и якобы уже находился при смерти в это время. Вышли с небольшим числом своих людей. Аскольды Дира, они были убиты. С той поры Рюриковичи утвердились на этих землях. Постепенно они становились единственной правящей династией. Местные князья не выдерживали этой борьбы. Так было, например, с древлянским предводителем Малом, который убил Игоря Рюриковича. Древлянский князь Мал сватается к Ольге, вдове князя Игоря. В этом тоже видят отголоски языческих каких-то традиций, когда власть передается победителю предшествующего правителя. Ольгин ответ древлянам вошел в историю. Она сказала им, что согласна жениться и пригласила к себе. А когда князь Мал со свитой приплыл в Киев, предложила принять баню. После того, как они туда вошли, приказала запереть их и сжечь заживо. Влияние князей возрастало. И они всячески стремились сделать свою власть наследственной, чтобы не зависеть больше от непредсказуемого поведения вечер. Князь воевал и собирал дань. Указывал, где будут города, где торговые места, где капище, где храмы. Именно князья принимали решение о крещении своего племени. Почему они отказывались от веры предков? Принимали Христа всем сердцем? Или искали выгоду? Вместо многих богов язычества – триединый бог христиан, как символ единой власти. Многие выбирали удобную для себя концепцию – всякая власть от Бога. И использовали крещение как выгодный политический ход, думая о вполне земной перспективе, наследственная и освященная свыше власть. Люди той поры были иначе устроены в духовном смысле, потому что это был мир практически всеобщей религиозности. И для людей тогда очень важную роль играла идея спасения, потому что смерть была близка, человек был очень хрупок, беззащитен, всевозможные эпидемии. Жизнь была достаточно уязвимой. Отношение к смерти было другое, нежели у нас. И вот эта религиозность, она помогала людям выстоять вот в той ситуации. Идея единобожия и идея единой наследственной власти были близки. Казалось, наконец осуществится мечта родителей – передавать власть своим сыновьям. Даже если князь неправедный, если он не так, как нужно относится к населению, проводит не ту, что нужно политику и так далее, которая приводит к бедствиям населения, это наказание Господне, то есть надо терпеть. Смотрите далее. Формула власти Ярослава Мудрого – причина новых кровопролитий. Что двигало великим князем? Почему логичное правило наследования престола привело Рюриковичей к очередному витку междоусобиц? Меняются способы, суть неизменно – убрать конкурента. Самый известный и самый загадочный заговор против русского князя. Ритуальное убийство. Исчезновение меча святого Бориса. Что знал иконописец и о чем умолчали летописи? Тайная сторона чудовищного убийства. Иго и благо. Усиление власти князей и борьба с вечевыми порядками. Нашествие Орды. Какую роль сыграло оно в борьбе за власть? Как и за что казнили в Золотой Орде? Отчего на самом деле умер любимец Батыя Александр Невский? Ярослав Мудрый хорошо помнил историю отца, князя Владимира Красносолнышка. Безродного младшего сына, который стал великим князем киевским. А потому принял первый на Руси официальный закон о престолонаследии. Он завещал киевский стол старшему в роде. Неважно, сыну или брату. Что двигало Ярослава Мудрого? Желание навести порядок и избежать междоусобицы? А может, он просто хотел остаться в живых? Ведь теперь у него был лишь один претендент. Старший в роду. Один – это не опасно. Ярослав Мудрый считал, что вывел безопасную формулу власти. «Скоро не будет меня на свете. Вы, дети одного отца и матери, должны не только называться братьями, но и сердечно любить друг друга. Знаете, что междоусобие, бедственно лично для вас, погубит славу и величие государства, основанного счастливыми трудами наших отцов и дедов. Мир и согласие ваше утвердят его могущество». Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Невероятно, но очередная междоусобица между Рюриковичами разгорелась сразу же. Дружины братьев сходились в битвах, брали в осаду города, сжигали захваченные поселения и разоряли храмы. Гибли в сражениях и князья. Часто не в открытом бою. Как, например, загадочно погиб великий киевский князь Изяслав. Тогда уже, в общем-то, князья одной коалиции, выступившие против Олега Святославича, уже побеждали, уже была одержана победа, но князь, спешившись около своего коня, где-то стоял, и кто-то, некий человек подошел, и ему копьем ударил между плеч и таким образом его убил. В Любиче собрались рюриковичи, чтобы установить порядок на Руси. Говорили, что устали от вражды. Решили жить мирно, каждый владеть своей водщиной и охранять Русь от набегов половцев. На том и крест целовали в знак верности соглашению. Едва разъехались по домам, как из Киева пришло известие, Святополк и Давыд Игоревич схватили и ослепили князя Василька, обвинив его в возможном заговоре против киевских князей. Подробно описывает летопись обстоятельства казни. Закрутили его в ковер до подбородка, положили две доски ему на грудь, два человека держали эти доски, а Торчин Бериндей выкалывал ножом эти глаза. Все подробно рассказывается. Но всем было очевидно, поводом послужили теребовльские земли, которыми тот владел. На смену уничтожению физическому пришло убийство политическое, ослепление, давняя византийская традиция. Не зря же столько раз ездили в Константинополь русские князья. Стольких византийских принцесс привезли себе в жены. Когда киевский князь Олег стоял у стен царьграда, византийцы повели с ним переговоры о мире. В знак примирения преподнесли еду. Но князь не прикоснулся к угощению, попавшему на его стол из рук вчерашних врагов. Он был уверен, еда отравлена. Отравление – давний способ устранения неугодных князей. Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, был отравлен одним из киевских бояр. Еще утром он пировал у тысицкого боярина Петрилы. Вечером за ним мог и умер. Летописец прямо говорит – «От яду убиваху». Вот он, злой рок. Сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский, также погиб насильственной смертью. Андрей Боголюбский, канонизированный церковью князь, отношения к которому современников и потомков диаметрально противоположны. Для потомков он строитель церквей и пример благочестия. А современники не любили деспотичного, жестокого князя. Согласно традиции, он должен был прислушиваться к воле бояр. А вот тот он, как человек сильный, властный, он действительно, скажем так, предпочитал действовать сам. При вскрытии гробницы Андрея Боголюбского было обнаружено, что два шейных позвонка у него срослись. Значит, он всегда ходил с высоко поднятой головой. Этот физический недуг придавал его облику надменное выражение. Он выгнал из своей земли дружинников отца. А вот отнюю дружину он просто их изгнал, всех своих братьев, которые тоже могли претендовать на власть в этом регионе. Далее он начинает очень так круто расправляться с боярами, которые, ну, видимо, ему как-то не подчиняются, причем находящимся очень близко к нему, с боярами Кучковичами, например. И одного из Кучковичей приказал Андрею Боголюбский убить. Сегодня одного казнит, другого казнит, а завтра казнит и нас. Промыслим-ка об этом князе. В заговоре участвовало человек 20. Но они так волновались, что отправились в Медушу, набраться храбрости. И это при том, что заговор был очень хорошо подготовлен. Например, из спальни Андрея Боголюбского пропал меч. Тело убитого князя было брошено на дворе, а убийцы пировали и грабили его имение. Летопись подробно описывает грабежи и разбой, что начался в городе после этого. Но умалчивает об участии в заговоре жены Андрея Боголюбского. В Радивилловской летописи сохранились иллюстрации, которые проливают свет на эту историю. Около убитого князя Андрея Юрьевича Боголюбского с его отрубленной рукой как раз жена и стоит. То есть это летописец. Вот таким образом в тексте об этом нет. А вот свидетельствует о том, что жена была непосредственно причастна к убийству. О причинах этого жестокого убийства историки спорят до сих пор. Что это? Месть за смерть любовника или ритуальное убийство? Ведь среди заговорщиков были и язычники, и чужеземцы. Есть версия, что Андрей Боголюбский был тамплиером. Это он принес во Владимирскую землю из Палестины орденские порядки, что многим было не по нраву. Впрочем, любое убийство князя носило ритуальный характер, поскольку сама власть уже в сознании людей была священной. Во всяком случае, приход христианства именно это провозгласил краеугольным камнем власти. А закрепить это силой помогло нашествие монголо-татар. Правление ханов не прекратило усобицы между князьями-рюриковичами. Теперь князья отправлялись в сарай, столицу Золотой Орды, с жалобами на братьев, с просьбой о военной помощи. Начиналась борьба за ярлык, то есть практически за санкцию на власть. Этот ярлык выдавал великий хан, ибо он был сюзерен, он был главой государства, а князья были вассалами. И естественно, что борьба между вассалами была выгодна, ибо тогда ярлык вырастал в цене. Нужно признать, без этой княжеской междоусобицы успех татарского нашествия был бы невозможен. В учебниках не пишут, что многим князьям иго оказалось очень выгодно. Страшное разрушение Киева, то, после которого главный город Руси превратился в пепелище с двумя сотнями иск, произошло по вине князей из-за их борьбы за власть. И уже после него Батын легко захватил город. Первым компромисс с монголами начал искать великий князь Ярослав Всеволодович, племянник Андрея Боголюбского. Он увидел в Орде возможность централизации власти и прекращения междоусобицы, а также способ упрочить свое положение верховного правителя Руси. Действительно, поначалу все ему удалось. Но, обезопасив себя от врагов внутренних, Ярослав нажил более хитрых соперников. В Золотой Орде великий князь пользовался огромным авторитетом. Но и там шла своя борьба за власть. Как ставленник Батыя Ярослав мешал многим. Поэтому, когда на перу у матери хана Гуюка хозяйка оказала ему особый почет, кормила из своих рук, он не подозревал, что это была привилегия особой казни. Ярослав умер на седьмые сутки после этого, и тело его посинело. Также был отравлен в Орде его сын, Александр Невский. Знаменитый победитель шведов и тевтонцев умел уладить любой конфликт с Западом и Востоком, подавить разбушевавшуюся новгородскую вольницу. Но в какой-то момент он просто стал не нужен. Или оказался слишком силен. Значит, опасен для Орды. Золотордынцы сами лишали жизни русских князей. Так они показывали, кто в доме хозяин, не позволяя возвыситься больше дозволенного. Смотрите далее. Он умирал от удара мечом не на поле брони. К нему в дом пришли вчерашние вассалы. Руины замка и тайна гибели языческого богатыря. Его прах развеян над его вотчиной. Его внуки умерли в застенках немецкой крепости. Дети царских королей. Неужели переданная по наследству власть это право быть убитым раньше других? Коронация первого Романова. История, о которой на торжествах царственного дома предпочитали не рассказывать. Окровавленные страницы истории и последняя жертва искупления накануне катастрофы. Во время монгольского нашествия на западе Руси возникло новое государство – Великое княжество Литовское Русское Жимайское. В него вошла и Полоцкая земля, где долгие годы правили сыновья Рогнеды и Владимира. История убийства их деда Рогволода была всем им хорошо известна. И на протяжении столетий сыновья Рогнеды боролись с другими потомками Владимира. Полоцк с Киевом. Брат с братом. Но первый король Литвы, Миндовк, не был из рода Рюриковичей. Прусский или литовский князь. Хитрый и ловкий политик. Он объединил разрозненные племена Балтов и славян. Добился признания своего государства в Европе и на Руси. Сам, будучи язычником, долгие годы выстраивал политику компромиссных отношений с соседями – западными и восточными христианами. Но от заговора своих же князей-вассалов защититься не смог. Его власть оказалась лакомым куском для многих. Он умирал от удара мечом не на поле брани. К нему в дом пришли вчерашние вассалы, и их замысел хитрый Миндовк разгадал слишком поздно. Были убиты и его дети – наследники королевской короны. Позже с убийцами Миндовка расправится его уцелевший старший сын – Войшелк. Он откажется от власти в пользу галецких князей. Но все равно будет отравлен тем, кто останется недоволен его решением. До сих пор в смерти Миндовка видят заговор Ливонского ордена. Его смерть была выгодна крестоносцам. Миндовк вместе с Русью и Ордой готовил военный поход на орден. Это была реальная опасность. Но король умер, и похода не состоялась. Интересно, что за 50 лет до этого произошло почти то же самое. Необычная смерть полоцкого князя, которого немецкие хроники называют Вальдемаром. Возможно, это имя переводится как Владимир, возможно, как Володарь. Он собирался в поход против Ливонского ордена, это начало 13 века, собрал огромное войско, зашел на ладью и упал мертвым. На этом поход прекратился. Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское после череды междоусобиц и убийств князьями друг друга достигло расцвета при Гедемине. На княжеском столе надолго утвердились Гедеминовичи. Но и этот род не избежал участи кровавых братоубийств. В одном из живописнейших местечек Беларуси расположены руины некогда величественного Кревского замка. Именно здесь был убит последний языческий богатырь Литвы, сын Гедемина Кейстут. И он жил, хоть и был язычником, але жил по правилах рыцарской Европы, по правилах той эпохи, якая канала у небыт, по правилах, коль лепш загинуть, але загинуть, не отступивши от тых перакананев, якими жил усю життё, и за які тебя поважали. У этом, конечно, фигура Кейстута знаковая. И саправды для великого князства Литвовска это, напевно, апошний паганский языческий герой, апошний паганский языческий богатыр. Он долго управлял великим княжеством вместе с единокровным братом Ольгердом. А вот с его сыном, Ягайло, отношения не сложились. Тот заманил Кейстута в Кревский замок, заточил в темницу и приказал задушить. Тело Кейстута было сожжено по языческому обряду. Сын Кейстута Витовт едва не был убит вместе с ним, но успел бежать. Он выжил и оставил значительный след в истории великого княжества Литовского. Сыновей Витовта Иванка и Юрия держали в заложниках немецкие рыцари и в итоге убили, не вернув отцу. История с его сынами была такая, что первый раз он перешел до Крыжаков, а после Ягайло пообещал ему передать спадшину батьке, он знишил крыжатские гарнизоны, дорученные ему перешел в великое княжество Литовское вернулся. Али когда он увидел, что его спадевания не справдились, а снова перешел в Пруссию до Пруссов, али Крыжаки, уже не веручи ему, взяли у заклад его женку и сынов. Али не глядячи на тое, он знов, коли пообещали ему великое княжество Литовское вернулся назад в 1392 году в великое княжество Литовское, фактично для досягненья политичных выгод, он их веровал, но сдавался самым дорогим своей семьей, женкой и сынами. После этого Литовского не было, сынов была дочка София, которую он отдал замуж за московского великого князя. И она является, скажем так, так само продком, ему все и династия опошних Рюриковичев. Внук Софьи и Василия I, Иван III, называл себя великим князем всея Руси. Самовластными правителями государства становилась московская ветвь Рюриковичей. И казалось, династия эта будет править еще многие столетия. Венчанный на царство Иоанн Грозный подавил остатки вольных республик, утопив Новгород в крови. Он упрочил единовластие на Руси. Тем временем Великое княжество Литовское шло по другому пути. Здесь выборные должности, семь, демократическая форма построения государства. Убийство царей теряло смысл, их можно было переизбрать. И власть их была весьма ограничена. В отличие от Великого княжества Литовского, Московия шла к абсолютной монархии. Но уже без Рюриковичей. Первый коронованный царь Руси Иван IV Грозный фактически стал последним правителем из рода Рюрика. Его старший сын Иоанн погиб еще при жизни отца. Причины его смерти до сих пор неизвестны. Согласно одной из версий, он был убит самим Иваном Грозным. Другой сын, Дмитрий, погиб, играя в ножички. Так указано в официальном заключении расследования его смерти. Этой версии не поверили ни современники, ни потомки. Остался один слабовольный и нерешительный Федор. Но он умер бездетным, и династия первых правителей Руси прекратилась. Рюриковичи правили 736 лет. Борьба у московского трона разгорелась с новой силой. Вера в то, что право и способность руководить передается по наследству, что только представитель царского рода должен сидеть на троне, была жива в народе. Превращается власть князя в наследственную. Выбирают из определенного круга лиц, более того, из определенной семьи. Все. Этим и ограничивается. Представитель может быть только из этой семьи. Считается, что это связано с какими-то еще первобытными представлениями о том, что наследуются важные какие-то для общества черты характера этого человека, умение возглавить, умение руководить. Этим и воспользовались лжедмитрий. Первый и второй. Они выдавали себя за чудом спасенного царевича Дмитрия, единственного законного правителя Руси, Рюриковича. Но обман был раскрыт и их свергли. Первого убили восставшие москвичи, а второй был насильно пострижен в монахи и умер в Варшаве. Было решено выбрать нового царя. Первый, единственный и очень странный выбор. Сами претенденты на трон два мальчика и не догадывались, что стали пешками в игре за власть. 1613 год. В Кремле короновали первого царя из династии Романовых, 16-летнего Михаила. Пышные торжества по обычаю соседствовали со смертью. В это время в петле на виселице умирал его конкурент Ваня, сын Марии Мнишек и Лжедмитрия II. Он умер не от удушения, а от холода. Мальчику было всего три года. Он был слишком легким, чтобы петля затянулась, и слишком маленьким, чтобы понимать, за что его казнят. Казалось бы, власть дает безграничные возможности. На самом деле княжеский титул не охранял, а лишь приближал возможную смерть правителя. Родители стремились передавать власть своим сыновьям, но оказывалось, что переданная по наследству власть – это шанс быть убитым раньше других. Очередной убийца надевал корону и надеялся на долгое правление. Тем временем вокруг него уже плелись новые нити заговоров. Сведомо отца замучен в застенках сын Петра I, царевич Алексей. Издав устав, по которому государь сам должен назначать преемника, Петр I в предсмертной агонии не успел произнести имя наследника. Началась эпоха дворцовых переворотов. Гвардейские полки возводили на престол очередного царя или царицу, а те отдавали власть временщикам, своим фаворитам. От наследников царских кровей старались избавиться как можно раньше. Император Иван Антонович из 25 лет жизни 23 провел в тюрьме и был убит при попытке бегства. Его мать, императрица Анна, была арестована при перевороте, организованном будущей царицей Елизаветой Петровной. В заточении она проводила годы. У нее родился еще один сын, тут же пропавший, вероятно, убитый. Следующий за Елизаветой царь Петр Третий бравил российским государством всего 186 дней. Уже подписав указ о собственном отречении, он был задушен любовником своей жены, будущей царицы Екатерины Второй. Всю жизнь помнил об этом сын Петра Третьего, Павел. Но в 1801 году, в ночь на 12 марта, он тоже был задушен. Закон Ярослава Мудрого и указ Петра Великого о престол наследии не уберегли правителей от смерти и междоусобиц. Последний роман Николай Второй принял смерть как должное, молясь Богу и не видя другого исхода ни для себя, ни для семьи. Стать царем и умереть. Роковая формула русской власти. Кроваво красные стены Кремля и залитая кровью Красная площадь, как и впитавшие ее красное знамя, станут символами Новой Руси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова